Человек есть то, что он ест. Здравствуйте, в эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот, что вас ждет в этом выпуске. Реконструкция медучреждений Ставрополя станет главной темой сегодняшних медицинских новостей. Чтобы такого съесть, чтобы похудеть, сегодня будем учиться организовывать свой постпраздничный рацион вместе с диетологом-эндокринологом. Как вернуться в рабочую колею без ущерба для психики и здоровья. Инструкция по применению от наших корреспондентов. Интервальное голодание, известное в России, как «не ем после шести». Полезно ли оно? Интересный вопрос. Гастрит. Причины и симптомы в рубрике «Совет врача». Все это вас ждет в сегодняшнем выпуске. А пока начнем с новостей медицины. В поселке Рыздвяном Забилинского округа капитально ремонтируют амбулаторию. Медики временно будут принимать пациентов по новым адресам. По просьбам местных жителей, медучреждение не стало переводить педиатра в соседнюю станицу Рождественскую. Для врачей нашли помещение возле местной администрации. Его подготовят к приему пациентов. Об этом рассказал глава округа Владимир Козлов на своей странице в соцсети. Педиатрия у нас будет там, где сейчас пункт полиции. Где вневедомственная охрана и участковый. Все четыре кабинета отойдут под педиатрию. Очень удобно рядом с администрацией. В администрации располагается терапия, прививочные и процедурные кабинеты. В Ставропольском крае в 2022 году планируют обновить 75 медучреждений. В том числе амбулатории и поликлиники. По 60 из них уже заключили контракты на закупку оборудования и ремонт. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в соцсетях. Ремонт проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая рассчитана на 5 лет. Принципиальный момент. Практически все модернизируемые медучреждения находятся в сельской местности. Кисловодске в 2022 году сдадут в эксплуатацию новый корпус городской больницы с реанимационным отделением. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Отмечается, что в новом корпусе горбольницы создадут новое приемное отделение, реанимацию и стационар. Стоимость проекта около 1 миллиарда 2 миллионов рублей. Медучреждения обновили благодаря нацпроекту здравоохранения. Фундамент нового здания выполняется так, что оно сможет выдержать землетрясение порядка 9 баллов по шкале Рихтера. Больница, построенная в 1988 году, за прошедшие годы капитально не ремонтировалась. В Невиномысскую горбольницу завезли новое медоборудование и мебель. Преобразования стали возможными благодаря нацпроекту здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона также подчеркнул, что в медучреждении работают 10 новых электрокардиографов, 2 наркозно-дыхательных аппарата и артероскопическая стойка, которая незаменима, в частности, при операциях на суставах. Кроме того, в больнице поставили новую мебель для врачей и пациентов. Сейчас в больнице также идет ремонт в первичном сосудистом отделении. Здесь разместятся боксы для пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты. Ремонтные работы продолжаются в инфекционном отделении. Чтобы такого съесть, чтобы похудеть после новогодних праздников, представительницы прекрасного пола точно задаются этим вопросом. Причем всегда, не только после праздников. Однако, если вы переусердствовали с калорийными и сытными блюдами во время праздников, сейчас нужно постепенно возвращаться в норму, переходя на правильное здоровое питание. Как правильно питаться, какую роль играет вода, все ли диеты приносят результат, поговорим сегодня у нас в студии Димурчева Елена Атарьевна, врач-эндокринолог, диетолог, краевого эндокринологического диспансера. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. Давайте начнем с простого определения. Что такое правильное питание? Ну, в медицине не существует такого вообще понятия правильное питание. Мы говорим о здоровом питании. Это питание, которое обеспечивает рост, нормальную жизнедеятельность организма, развитие. И обеспечивает нормальное здоровье и профилактику заболеваний. То есть это должен быть комплекс определенных продуктов, которые обеспечивают нам всем необходимым минералами, витаминами и так далее. Хорошо. С какими вопросами к вам чаще всего обращаются? Давайте обратимся к вашей практике, как эндокринолог и диетолог. Как диетолог, с какими вопросами вы чаще всего сталкиваетесь? Ну, конечно, это лишний вес, чаще всего уже ожирение. С этими вопросами приходят к нам на прием. Приходят часто, да? Ну, давайте немножко разовьем эту тему, тему ожирения. Насколько она сейчас распространена? Достаточно распространена. Очень актуальный вопрос. Можно сказать, что это тоже как пандемия. 21 века. Поэтому вообще эта проблема не только эстетическая, а как больше проблема состояния здоровья. Потому что ожирение само по себе является фактором риска таких заболеваний, как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ну и другие болезни. И действительно, очень часто к нам приходят вот мои собеседники, которые сидят на вашем месте, и почти все они называют первой причиной всех абсолютно заболеваний – это лишний вес. Да. Но вот те пациенты, которые к вам приходят с лишним весом, они чаще всего, наверное, скорее всего, это больше женщины, да? Женщины или мужчины? Ну, больше женщины, да. Больше женщины. Они больше переживают за внешний вид или уже, когда начинаются какие-то проблемы со здоровьем, уже бегут к диетологу, к эндокринологу? Ну, когда начинаешь разбираться с этой проблемой, в первую очередь, конечно, они говорят о внешности, о том, что хотят быть красивее, по их понятию, худее. А дальше выясняется, что все-таки есть моменты и уже какие-то заболевания, которые явились следствием этого избыточного веса. Ну, я так понимаю, что те, которые хотят эстетики, бегут к диетологу, к вам, а те, которые хотят поправить здоровье, бегут к эндокринологу, в том числе, тоже к вам, да, получается? Да, приходят к эндокринологу. Почему? Потому что зачастую хотят найти причину, какую-то внутреннюю, которая привела к прибавке веса. И вот какие-то в основном бывают причины? Ну, если взять из всех случаев ожирения или лишнего веса, то до 5% это связано с какими-то действительно нарушениями эндокринологическими, а большая часть, больше 95%, это уже внешние причины. Внешние причины какие? Какие? Переедание, как правило, или неправильно выстроенный рацион, неправильные пищевые привычки? Ну, вот у нас Тавропольский край больше так аграрный край, у нас очень много сельской местности. Вот жители села к вам часто обращаются? Мне вот просто интересно, горожане ли только страдают лишним весом, или жители села даже больше страдают, потому что питаются продуктами натуральными, а там достаточно много жира. Ну, не проводилось какой-то такой статистики, но тем не менее и из села, и городские жители тоже приходят. Лишний вес сейчас достаточно распространённая проблема. Вот нормальный вес. Существует ли какая-то норма? Как определить, что твой вес в норме? Ну, вот опять-таки в медицине понятие нормы не определяется какой-то одной цифрой. Всегда есть интервал или диапазон нормальных значений. Так вот, если нам нужно выяснить, насколько много или мало веса, то пользуются индексом массы тела. Есть такой показатель. И нормальным значением считается... Что, к чему нужно прибавить, умножить? Это соотношение веса к квадрату роста. Ну, по табличкам мы это смотрим, или же есть программы, которые это быстро вычисляют, можно по калькулятору рассчитать. И какие там градации? Нормальный вес? Есть нормы, нормальные значения от 18,5 до 25. Ниже нижней границы – это недостаточность или дефицит массы тела. Выше 25 до 30 – это избыточная масса тела. И далее уже три степени ожирения существуют. Вот ещё, знаете, такой вопрос хотела задать. Наверное, родителей заинтересует. Детки. Бывают дети, которые страдают лишним весом уже с раннего возраста. Обязательно ли они потом будут иметь, во взрослом состоянии уже будут иметь проблемы с лишним весом? Нужно ли ограничивать детей в еде? Если они хотят есть и едят достаточно много, это очевидно. Нужно ли запрещать? Да, действительно, с детьми это тоже проблема. И нужно взрослым в первую очередь обратить внимание на эту проблему, уделить такое внимание, чтобы сформировать у ребёнка такие пищевые привычки, которые впоследствии будут помогать снижению веса и не будут способствовать прибавке в дальнейшем. Дети, они же копируют взрослых. Соответственно, как принято в семье, так... То есть прежде всего самим перейти на здоровое питание. Да, прежде всего перейти на здоровое питание всей семье. И тогда ребёнок будет видеть и смотреть, как делают взрослые. И будет меньше факторов, которые будут влиять на прибавку веса. Вот сейчас мы только вышли на работу, все после праздников расслаблены. Обычно в этот период у вас больше пациентов бывает? Ну, наверное, всё-таки да. Потому что, как правило, даже те, кто планирует заняться своим лишним весом, если приходят до новогодних праздников, говорят, доктор, я приду после. Потому что, ну, вы же понимаете, сейчас будут застолья, сейчас праздники, сейчас ни до каких изменений хочется провести от души. А потом уже я возьму за себя. Вот как-то так. Вот вы как диетолог, ваш новогодний стол, он состоит исключительно из здоровой пищи? Или так даёте себе послабление небольшое? Ну, праздник должен быть праздником, да. Какие-то традиционные блюда у нас на столе могут присутствовать. Но есть такие рекомендации, которые я обычно говорю своим пациентам. Делитесь с нами тоже. Заранее спланировать свой рацион. В первую очередь, чтобы и в течение дня что-то кушать правильное, скажем так. Чтобы был сформированный завтрак, обед, лёгкий ужин. И чтобы к застолью вечернему прийти с таким чувством голода, чтобы не переесть. А у нас обычно как? Готовим, не подходите, это всё для новогоднего стола. 12 часов ночи садимся, наедимся. Все очень голодные, да. И понятно, что будет переедание. Далее, если готовить блюда, то стараться разнообразно. Более простые блюда, чтобы были. Небольшими порциями готовить, чтобы не приходилось их доедать в течение какого-то там времени. Вот. Предлагаю облегчить заправки к салатам. Побольше овощей, зелени, побольше фруктов. Чем можно заменить майонез, к примеру? Ну, можно пробовать... Лёгкий йогурт какой-то подойдёт? Либо йогурт. Ну, кто-то не может полностью отказаться от майонеза, поэтому можно хотя бы поделить вместе со сметаной, сделать соус. Или же подбирать такие виды салатов, где можно использовать заправку из масла, с лимоном. Ну, вариаций очень много, и везде можно это посмотреть, найти. А порция? Какая должна быть одна порция для человека или для всех индивидуально? Порция на приёме пищи, вы имеете в виду, да? Да. Допустим, на завтрак, обед и ужин. Да. Ну, и есть такой метод очень удобный, метод тарелки. Он достаточно известный, но тем не менее можно это повторить. Для кого-то это, может быть, будет открытием. Берём обычную закусочную тарелку стандартную, диаметром 22-24 см. Делим её визуально пополам. Половина тарелочки составляют овощи и зелень. Можно свежие, можно термически обработанные. Четверть составляет белковые продукты. Если на завтрак, то это могут быть яйца, может быть творог или сыр. На обед это может быть что-то мясное или рыбное, на ужин точно так же. И четверть – это сложные углеводы, гарниры, хлеб. Вот примерно вот таким образом. Самое вкусное. Всего лишь четверть, разрешаете, да? Ну, у многих ставропольцев сейчас очень сложный переходный период от праздников к будням. Но за 10 дней мы не только забыли, как работать. У нас изменился режим питания, сна и, ко всему прочему, навалилась послепраздничная хандра у некоторых. Как правильно перейти в режим рабочей будни, расскажет моя коллега Джамиля Ибрагимова. Накануне ночью по всей стране люди проводили один и тот же ритуал – заводили будильники. Кто на 6, а кто на 7 утра. А утром сонно потягивались, заваривали и пили кофе, сонно шли на работу. И вот мы уже не в пижамах, а в офисных нарядах. А рядом не мягкий диван, а рабочие столы. Как восстановить рабочий режим, меня интересовало не меньше вашего. Психологи, книги, интернет. И вот удалось вычленить несколько дельных советов из моря советов. Итак, в первые трудовые дни не надо геройствовать, нагружать себя всеми делами мира. Начните с малого. Наведите порядок на своем столе, составьте рабочий план. Отдых, как это ни удивительно, нам сейчас очень нужен. Делайте пятиминутки каждые полчаса. Отвлекитесь на разговор с коллегами, расскажите, как провели каникулы, выслушайте их. Положительные эмоции сейчас нужны и вам, и им. Поставьте себе цели на новый рабочий год. Это отлично мотивирует. Возможно, вы хотите в путешествие или сделать себе дорогой подарок. Работа – это средство достижения вашей мечты. В эти каникулы что мы делали чаще всего? Конечно же, ели. Маршрут, холодильник и диван был изучен очень хорошо. И теперь пора прекратить переедать. Совсем отказываться от еды не надо, но наш вам совет – налегайте на белок. Куриная грудка, яйца, йогурт будут способствовать насыщению. Заметьте, насыщению, а не перееданию. А еще больше воды и меньше кофеина. Хотя бы первые несколько дней. И никаких поздних ужинов. Пусть перерыв до завтрака будет хотя бы 10-12 часов. Дайте организму время вывести ненужные вам вещества и токсины. Засыпать поздно, просыпаться поздно – вот она мантра наших каникул. Но теперь все меняем. Ложимся пораньше. За два часа до сна выключаем все, что светится в доме. Телефоны и компьютеры тоже в счет. Яркий свет мешает выработке мелатонина, которая своего рода наша снотворная. И еще больше свежего воздуха в спальню. На ночь можно приоткрыть форточку. Когда окна закупорены, человек на утро ощущает вялость. Эх, грустно. Праздники закончились. А отпуск так не скоро. Если и вас одолевают такие мысли, то у вас, скорее всего, постновогодняя хандра. Ученые еще называют ее депрессия после вечеринки. Бороться с ней можно и даже нужно. Во-первых, делайте вещи, которые любили делать на каникулах. Планируйте хотя бы одно событие в неделю, которое будет вас ждать и которое одарит вас ощущением праздника. Ну а если совсем все туго, помните, скоро выходные. Дни через шесть. Это все равно ближе, чем отпуск или праздники. А значит, ждать недолго. Джамиля Ибрагимова, Ставропольское телевидение. Это программа «За здоровье». Сегодня обсуждаем, как правильно перейти на здоровое питание. У нас в студии врач-эндокринолог, диетолог Елена Демурчева. Вот есть какие-то новогодние традиции, которые прямо-таки вредят нашему здоровью? Которые лучше отменить? Ну, отменить, может быть, и не получится, но действительно есть те традиции, которые неблагоприятно влияют на состояние здоровья. Но в первую очередь это, конечно, нарушение режима. Режима сна, бодрствования. Мне приходится, не приходится, а хочется лечь попозже, провести подольше праздник. И происходит, что смещается время сна, ухода ко сну, да, и бодрствование. И с утра уже труднее встать. Другие традиции – это, как правило, переедание за новогодним столом. Это то, о чём мы с вами говорили. Частые походы в гости, застолья – как одна из проблем, с которыми сталкиваемся на этих праздниках. Дальше большая проблема – это большое количество алкоголя в празднике. Также неблагоприятно влияет. А скажите, алкоголь, он вызывает повышение веса? Это калорийные продукты, да. Причём, мало того, что вред для здоровья, да, как бы интоксикация происходит, так ещё и прибавка веса за счёт того, что это калории. А газированные напитки? Вот что хуже, алкоголь или газированные напитки? Ну, тут просто нужно понимать, какой вред и то, и другое наносит, да. Если говорить о сладких газированных напитках, то они содержат большое количество быстрых углеводов, сахара, да, тоже являются калориями пустыми, скажем так, и не дают чувства сытости, и в то же время достаточно калорийные. Но зато дают много эндорфина, собственно, из-за чего мы всё это и употребляем. А что же можно пить на Новый год и после Нового года? Вода всегда должна быть, да, это основа. Новый год – вода, это скучно. Тем не менее, можно делать, готовить морсы дома. Много рецептов можно найти и на просторах интернета. Сейчас это достаточно популярно, использовать какие-то травы, мяту или же, допустим, тархун. Дома самим готовить компоты. Если даже и любите, то разбавлять с водичкой, чтобы было поменьше сладости. А вообще вот существует такое, не знаю, заблуждение это или нет, что компоты, они очень полезны. Сохраняются ли в них витамины, если компот сварен? Ну, термическая обработка, конечно, ведёт к разрушению витаминов, и это первый миф, что есть какая-то польза от этих продуктов, к сожалению. То есть, всё равно, что газированный напиток или всё-таки нет? В газированном больше концентрации идёт клюкозы, поэтому газированный более вредный. Давайте поговорим с вами о каникулах. Ладно, Новый год отметили, допустим, диетологи нам разрешили поесть и оливье, и мандарин, и всё остальное. Как правильно питаться? Вот после Нового года, обычно такая традиция есть, 1 января все наши салаты ставим на стол, вчерашние, позавчерашние. Можно ли употреблять эту еду, и как долго её ещё можно употреблять? Мы так тазиками же привыкли салаты нарезать. Одна из рекомендаций была поменьше делать порций, да, соответственно, если вдруг случилось так, что порция оказалась большой, то имейте в виду, что с течением времени есть риск возникновения кишечных инфекций, и это нужно помнить, об этом знать, и не рисковать, скажем так, да, лучше готовить свежую еду. Но если человек всё-таки переел, и ему плохо, как себе помочь? Ну вот что значит плохо? Тяжесть ощущается? Тяжесть, тошнота, я не знаю, там, слабость какая-то. Ну, просто переедание, желудочно-кишечный тракт не справился с таким. Да, не справился. Значит, нужно потихонечку приходить в тот режим, который был до праздников. В этот момент, допустим, могут помочь какие-то ферментные препараты. Если же возникло такое, что боли или, как говорите, рвота, тошнота, повышение температуры, это уже повод обратиться за медицинской помощью к врачу. Ну, а так, наверное, вода, наш друг, побольше употреблять воды чистой? Ну, по желанию, да, можно и добавить её чуть больше, чем это было обычно. Вот по воде ещё один вопрос задам. Кипячённая вода. Можно ли пить кипячённую воду? Чем она отличается от обычной воды из крана или ту, которую мы покупаем в магазинах? Кипячёная вода, наверное, лучше, да, даже детям первого года жизни. Если водичку, то кипятят её предварительно. Не используют воду из крана сырую. Ну, бутилированная есть, детская она тоже может использоваться. А второй раз, третий раз кипятить воду можно? Ну, вот в чём проблема, что если чайник, допустим, пластиковый, то всё-таки при кипячении вот эти вещества могут попадать в воду. В чём вот эта опасность? Именно из-за того, что попадают, повторно идёт попадание вот этих токсичных веществ в воду. Поэтому повторное кипячение не рекомендуется. Ну, и плюс ещё, наверное, накипи, которые образуются в чайнике, да? Ну, да, за этим нужно связать. Хорошо. Ну, вот социологи сравнивали, насколько изменились вкусовые предпочтения жителей России в Новый год за 10 лет. Тройка лидеров среди новогодних блюд с 2012 по 2022 год не изменилась. На первом месте, как вы, наверное, догадались, оливье – 73%. На втором – любимые всеми мандарины – 65%. На третьем – селёдка под шубой – 60%. Около трети россиян ставят на стол холодец – 38% и икру – 31%. Салаты «Цезарь» и «Греческий», блюда из мяса, рыбы и птицы. Вот как вы считаете, из всех этих салатов – «Цезарь», «Оливье», «Греческий» – какой самый полезный? Наверное, будет «Греческий» самый полезный, но если добавлять достаточное количество сыра, потому что если мы говорим про баланс, то должны присутствовать в рационе и белок, и клетчатка, и жиры достаточно сбалансированные, это будет «Греческий» салат. Про салат «Цезарь» тоже можно сказать, что он будет не так. Смотря чем приправить. Да, и всё тут зависит от заправки, которую вы используете. И без сухариков. Ну, может и быть, могут и быть, могут и присутствовать. Спасибо большое, нам разрешили сухарики, отлично. Ну, интервальное голодание, известное в России как «не ем после шести», насколько оно полезно, давайте посмотрим в нашем сюжете. Даже если вы постоянно ходите в спортзал, это не убережет вас от лишнего куска пиццы или торта. Для Мелиссы Бро Бэнгстон, инструктора по кроссфиту из Нового Орлеана, раньше это было большой проблемой. Но она решила прибегнуть к не очень популярной в США диете интервальному голоданию. В России она известна давно, знаменитая «не ем после шести». Но в Соединенных Штатах она только набирает популярность. Я подумала, что мне нужно перестать делать столько перекусов в течение дня. Я хотела ограничить период времени, в течение которого я ем. Интервальная диета заключается в том, что нужно меньше следить за калориями и больше за временем. К примеру, принимать пищу в течение 8 часов в день, а 16 часов голодать. Считается, что в таком случае тело начинает сжигать собственный жир, поскольку лишается энергии, которую обычно получает из еды. Эксперты отмечают, что масштабных исследований эффективности этой диеты еще не проводили. Однако уже есть свидетельства, что она помогает нормализовать кровяное давление и уровень сахара в крови, а также избавить от так называемого окислительного стресса. В моей семье страдают от высокого давления, но у меня давление стало ниже, поэтому не нужно постоянно принимать лекарства. Это одно из преимуществ такой диеты. Мелисса решила продвинуться дальше. Она ест всего 4 часа в день. Говорит, чувствует себя прекрасно. Продолжаем обсуждать здоровое питание. Вопрос такой. Давайте все-таки поговорим о постпраздничном периоде. Отгремели все праздники. Вот как правильно себя вести, питаться? Как организовать свой режим, чтобы не прийти на работу и не понимать вообще, кто ты и что ты здесь делаешь? Да, но в первую очередь, наверное, хотя бы вернуться в тот режим и в то питание, которое было до праздников. А не стараться геройствовать и уходить в крайности. Потому что во время праздников переедание – это уже стресс для организма. А если мы после праздников еще организуем себе какие-то разгрузочные дни или диеты начнем какие-то использовать, займемся активной физической нагрузкой, это будет повторным стрессом для организма. Все это в конечном итоге приведет к срыву, перееданию, повторному набору веса. И формируется такой порочный круг, который будет трудно разорвать. То есть вы хотите сказать, что на диеты садиться сразу после переедания не рекомендуется? Не рекомендуется. А все-таки как-то по-другому организовать свой рацион нужно? Как это правильно делать? Плавно? Плавно. Ну, в зависимости от того, какая у нас вообще есть цель. Если случилось так, что после новогодних праздников, после переедания появились обострения хронических заболеваний, допустим, таких как панкреатит, холецистит или гастриты, это повод обратиться к врачу. Потому что при необходимости будет назначена медикаментозная поддержка. Наряду с какими-то рекомендациями по питанию. А если же речь идёт о прибавке веса, то тут в зависимости от того, насколько это произошло, мы для начала должны вернуться в свой прежний режим, а потом уже ставить себе цель и пытаться наладить свой рацион таким образом, чтобы сформировать новые здоровые привычки, которые будут помогать снижению веса. А те люди, которые страдают хроническими заболеваниями, какие рекомендации для них? Например, те, у кого есть тот же панкреатит, о котором вы говорили, гастрит. Вот как им сформировать своё пищевое поведение? Ну, в этом случае такая щадящая диета, нужно так, она не нажимается. И даже на новогоднем детале, да? По крайней мере, учитывать, что какие-то продукты могут вызвать обострение того же панкреатита или гастрита, минимизировать это вредное воздействие, чтобы не спровоцировать рецидив или обострение болячки. Какие-то конкретные рекомендации, если, то панкреатит может обострить или же, если при обострении панкреатита мы стараемся исключить свежие овощи и фрукты, хотя это рекомендация такая по поводу овощей и фруктов всегда на первом месте для снижения веса. Но если есть обострение вот таких хронических заболеваний, то тут мы должны исключить или же рекомендовать овощи именно в термической обработке. При гастрите также щадящая диета с изменением техники приготовления блюд, то есть не жарить, даже не запекать, а вот на пару готовить или в отварном виде. Вот такие основные рекомендации. Вы знаете, ещё такая проблема же есть, её сейчас часто очень обсуждают, неправильное, нездоровое пищевое поведение, я не знаю, у вас, наверное, есть специальная терминология. Вот насколько часто эта проблема встречается среди наших людей, почему? Она происходит, и особенно вот в период праздников, когда человек выходит на работу в депрессии, он начинает заедать свой стресс, ничего не может с этим поделать. И вот опишите, пожалуйста, прокомментируйте этот момент, что с этим делать. Ну вот этот человек, про которого вы рассказали, да, который заедает, это вот как раз так и называется эмоциогенный тип питания у него. То есть когда человек пытается удовлетворить свои не пищевые потребности едой, то есть еда нам должна удовлетворить наши пищевые потребности физиологические, а не пищевые, то есть эмоции, еда не может удовлетворить. То есть получается, что это ведёт к тому, что вот это нарушение пищевого поведения, к неправильным пищевым привычкам и в итоге к прибавке веса. Ну такие пациенты, это ваши пациенты или это всё-таки к психологу надо? Ну вы знаете, диетологи тоже этим могут заниматься. Более тяжёлые случаи, конечно, требуют подключения ещё специалистов, команды. Ну вот в каких случаях наблюдается вот этот феномен переедания, эмоционального переедания? Ну если человек в депрессии, ну хронический стресс хотя бы, депрессия это уже более тяжёлое состояние, да? Стрессовые ситуации, какие-то жизненные ситуации, которые ведут к стрессам, факторы риска, которые усиливают стрессы, ну в какой-то момент приводят к такому вот пищевому поведению. А вот другая сторона проблемы на анорексии, но это больше касается, наверное, девочек-подростков. Встречаются у вас такие случаи? Ну с анорексией я не работаю, но тем не менее есть ещё тип питания как ограничительный, и, наверное, это самый распространённый тип питания, когда для того, чтобы похудеть, люди начинают меньше есть. И любая, в общем-то, диета, которая рекомендуется на просторах интернета тоже, да, в том числе и интервальное голодание, или какие-то диеты с... Белковые там разные, да. Существенным, да, с преобладанием какого-то вида продуктов, они все на самом деле ограничительные. То есть человек не получает достаточного количества пищевых веществ из разных групп продуктов, и, соответственно, наступают дефициты, наступают эмоциональные тоже... То есть срывы в любом случае будут, да? И это ведёт к срыву, да. Поэтому ограничительная стратегия также нехороша для снижения веса. То есть вы хотите сказать, что диеты, которые, в общем-то, в интернете их очень много, они... это неправильно, да? Ну, это нездорово, да. Они могут дать эффект, но этот эффект будет временным. А для долгосрочной перспективы они не работают. А многие из них ещё и приводят к хроническим заболеваниям. Мы как раз в рубрике «Совет врача» речь пойдёт о таком распространённом заболевании, как гастрит. Внимание на экран. Здравствуйте. Меня зовут Сляния Сергей Александрович. Я врач-гастроэнтеролог Старопольской краево-клинической больницы, кандидат медицинских наук. И сегодня мы поговорим о гастрите. Что такое гастрит? Гастрит – это изменение слизистой оболочки желудка, которое устанавливается именно морфологически. То есть микроскопически изучаются ткани желудка и устанавливается наличие воспаления в них, атрофии, дисплазии или метаплазии. Это всё морфологические термины. Но не каждый гастрит ведёт за собой болевой синдром или какие-то диспепсические ощущения со стороны верхних отделов ЖКТ. Задача пациента – обратиться к врачу, если он испытывает боли, например, со стороны верхних отделов ЖКТ, и уже врач скажет, связана ли эта проблема с заболеванием желудка или не связана, потому что производится точная дифференциальная диагностика между различными органами, находящимися в этой зоне. И не всегда даже эти боли или какие-то ощущения связаны с патологией органов ЖКТ. Итак, но если мы всё-таки имеем дело с гастритом и с жалобами, которые он продуцирует, что мы должны сделать в первую очередь? Рассказать врачу подробно, что беспокоит, когда беспокоит, не утаивая ни какие симптомы, особенно эпизоды самолечения. Это важно. Потом необходимо грамотно соблюдать рекомендации врача, уточнить на приёме, если что-то непонятно, потому что потом переспросить не всегда получается. При проведении лечения важно соблюдать диету. В процессе лечения, если дать простые, обычные такие рекомендации, это можно сказать, что пациент должен употреблять механически, химически и термически щадящую пищу. То есть механически ничего грубого, термически ничего горячего, химически ничего жирного, кислого, жареного, острого, ну и подобных, скажем так, эпизодов питания, которые могут спровоцировать обострение. Если вас какие-то жалобы беспокоят регулярно, эти жалобы повторяются ежедневно, еженедельно, они мешают вашему образу жизни, качеству жизни, это повод для того, чтобы обратиться к врачу, это не повод для того, чтобы самостоятельно лечиться и потом иметь какие-то тяжёлые последствия, потому что гастрит – это не безобидный диагноз. Перестройка из воспаления, атрофия, дисплазия, метаплазия могут привести к язве и могут привести к раку желудка. Поэтому самодиагностикой, самозалечением заниматься здесь точно не надо. Основная причина гастритов – это инфекционная причина. Это инфекция геликобактер пилори, которая обитает в выходном отделе желудка, именно в области привратника. И она является причиной 95% гастритов. И именно её лечением должен заниматься врач. И грамотная диагностика должен заниматься врач. У нас имеется несколько возможностей для диагностики. Это лампочка изофагогазового додоноскопия с быстрым урязным тестом, исследование КАЛО, исследование выдыхаемого воздуха, урязный тест, а также исследование крови для первичной диагностики. Если вы больны гастритом, инфицированы геликобактерной инфекцией, вам врач назначил лечение, вы его строго прошли, и вы должны потом провериться, вы лечились или нет. Рекомендации по проверке также дозрач, самостоятельно проверяться нельзя. Для этого есть определённые временные рамки, для этого есть определённые тесты. Не каждый тест, который создан для первичной диагностики, подходит для проверки. Если вам повезло, и вы вылечились с первого раза, хорошо. Вы должны соблюдать обычные бытовые рекомендации, не есть с общей посуды, не пить с общей бутылки, чтобы фекально-оральным путём опять не получить себе геликобактерную инфекцию, потому что именно так она передаётся. Если всё же это случилось, либо первичная инфекция была не вылечена, это повод опять обратиться к врачу, причём именно к тому же, кто вас лечил, потому что не факт, что лечение было назначено неправильно. Нет, оно может быть назначено правильно, но даже при идеальных соблюдённых рекомендациях, при идеально выполненных назначениях, только лишь максимум 80% людей происходит из лечения с первого раза, не всегда происходит из лечения со второго раза. Поэтому есть схема терапии, первая, вторая, комбинированные схемы. И только врач способен сказать, как именно надо действовать. В эфире программа «За здоровье». Сегодня пытаемся понять, каков он идеальный рацион здорового человека. Знаете, у нас девочки очень любят разгрузочные дни. Давайте поговорим об этом, что это такое, чем это отличается от голодного дня и так далее. Ну, в медицинских целях, именно в лечебных целях используется голодная диета, но только в случае обострения панкреатита. Так. Это как лечение? Да, это как лечебное мероприятие. Но это острая патология, которая без врача не решается, эта проблема. А на самом деле разгрузочные дни по факту здоровья не прибавят, скажем так. Потому что каждая разгрузочная диета какая-то или разгрузочные дни – это несбалансированный рацион в течение дня. То есть голодный день – это когда вообще ничего есть нельзя? Ну, это такое понятие, которое используется только вот гастроэнтрологами или же хирургами. А разгрузочный день? Там какие-то продукты разрешаются, да, я так понимаю? Ну, считается, да, разгрузочные дни с применением каких-то определенных продуктов. Но я, в общем-то, не рекомендую использовать такую. Да, вот любят на яблоках везде сидеть, на гречке. Это не совсем правильно, это несбалансированный рацион. Поэтому, опять-таки, это ограничительная стратегия, да. Вслед за ограничением идёт накопление. Поэтому после разгрузочных дней, как правило, идут загрузочные. Для чего так действовать? Вот непонятно, какая цель. А вот гречка – это такой просто продукт, который считается, что он очень ценный. Так ли это на самом деле? Вот любят сидеть на гречке. Ну, среди всех зерновых продуктов, круп, гречка действительно имеет высокую биологическую ценность. И если сравнивать, допустим, с рисом, то имеет меньше гликемический индекс, то есть меньше повышает сахар в крови. Но это не значит, что вообще мы должны перейти полностью на гречку. Опять-таки, мы говорим про сбалансированный рацион. И если есть продукты, которым нужно дать предпочтение, то гречка в их числе. Ну, и существуют и другие крупы, которые можно использовать. Да и, в конце концов, кому-то просто не нравится гречка. Ну, не нравится – не держите. А вообще правильно питаться раздельно? То есть, если гречку, то только гречку. Без мяса, без овощей и так далее. Или вот все вот эти сложные блюда, которые мы любим, салат, оливье и так далее, они, в общем-то, допустимы? Блюда чем проще, тем лучше, но их нужно комбинировать. Опять-таки, если мы идём к вопросу, как составить свой рацион, то проще всего действовать и использовать принцип тарелки, где у вас будут и продукты белкового происхождения, и углеводы, и жиры, и клетчатка. Всё, что нужно для здоровья. А вода? Вот у нас часто думают люди, что хочешь, не хочешь, нужно вливать в себя 2 литра воды в день. Правильно ли это? Вода – это действительно очень важный элемент в питании, основа жизнедеятельности организма. Но всё-таки в этом вопросе по потребности нужно действовать. Если не хочется воды много пить, то не нужно себя заставлять. Есть люди, которые привыкли, сформировали у себя такую привычку пить побольше воды перед завтраком, перед приёмом пищи. Ну, это неплохо, это хорошо, но это не значит, что все должны по этому стандарту действовать. Есть определённые потребности физиологические, и если вам действительно нужна вашему организму вода, будьте уверены, он вам даст сигнал. Есть моменты, когда водичку нужно пить побольше. Это ситуация, когда повышение температуры идёт, когда при инфекционных заболеваниях с выраженным интоксикационным синдромом или же с диарийным синдромом. А есть заболевания, при которых, наоборот, нужно ограничить поступление воды. Это заболевания печени, заболевания почек, давление, гипертоническая болезнь. То есть на это нужно обращать внимание. У нас такой есть ещё вопрос из соцсети. Делезрительница задала. Вода с лимоном натощак. Это правильно или нет? Можно, но не нужно сказать, что это поможет вам похудеть. Нет, потому что если после этой водички с лимоном у вас будут те же приёмы пищи, как и раньше, то есть те же пищевые привычки, которые вы никак не изменили, то просто вода с лимоном вам не поможет, к сожалению. Наверное, наша телезрительница сейчас очень удивилась. А вот по фруктам. Можно ли есть неограниченное количество фруктов? С какими из фруктов нужно быть осторожнее? Фрукты – это фрукты и ягоды. Это большая группа продуктов, которая необходима в рационе ежедневно у каждого человека. Фрукты имеют большую биологическую ценность. Содержат много витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, клетчатку. Но нужно помнить о том, что фрукты и ягоды содержат много фруктозы. И есть такой показатель, называется гликемический индекс. Это показатель, который показывает, насколько углеводы в продукте изменяют уровень глюкозы. То есть продукты и фрукты, в частности, есть с высоким гликемическим индексом, со средним и с низким. Например, фрукты с низким гликемическим индексом – это грейпфрут, киви, апельсин, ягоды, кстати, множество ягод, тоже с низким. А яблоки? Яблоки ко второй группе относятся со средним гликемическим индексом. Яблоки, абрикосы, мандарины, персики. И фрукты с высоким гликемическим индексом. А я даже знаю, банан, наверное. Банан, виноград, хурма, арбузы, дыни. И, соответственно, когда мы выбираем, мы должны задать себе вопрос, а что я хочу, что я получу в результате. Если давать рекомендации пациентам с сахарным диабетом, конечно же, мы предпочтительнее выбирать фрукты с низким гликемическим индексом или со средним. А, в принципе, для всех остальных, для здоровых людей, можно выбирать разные фрукты, но везде нужно знать меру. Как правильно выстроить свой рацион дневной? Что можно есть и полезно есть на завтрак, на обед, на ужин? Некоторые вообще не завтракают, кроме кофе ничего. Некоторые вообще не ужинают, после шести не едят. Какие продукты и когда нужно употреблять? Ну, это опять-таки к вопросу о привычке. Человек привык не завтракать. Это нездоровая привычка, естественно. Если он хочет изменить эту привычку, то рекомендации, в общем-то, общие для всех. На каждый приём пищи нужно, чтобы в рационе был белок, сложные углеводы, клетчатка. Рекомендации не изменятся. Но вот на завтрак, на утро предпочтительнее лёгкий белок, который быстро и легко усваивается. Это молочный белок, творог, сыр, яйца на завтрак тоже. Но это не значит, что только это нужно кушать, да, белок совместно с углеводами. То есть это может быть хлеб или что-то из каш и плюс что-то из овощей и фруктов. Ну, самое калорийное оставляем на утро, да? Ну, распределять желательно, конечно, равномерно. Тут всё по потребности, по желанию, по физической активности. Очень много факторов, которые влияют на то, насколько калорийный должен быть у вас завтрак, обед или ужин. Ещё есть такой момент, что питаться нужно по голоду. То есть и вставать со стола нужно с достаточным чувством насыщения. Получается, если на завтрак недостаточно поели, то в течение дня быстрее. Босходить надо будет, да? Ну, получится, что на следующий приём пищи есть риск переесть. Поэтому тут такой баланс нужно найти, сколько бы съесть, чтобы чувство сытости сохранить надолго. Елена Атарина, большое вам спасибо, что были у нас сегодня в студии. Программа подошла к концу. Очень была интересная беседа. Приходите к нам ещё, будем рады. Спасибо большое. Эфир программы «За здоровье» подошёл к концу. Помните, здоровое тело, здоровые мысли. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова